Добро пожаловать в Warface, братишка! 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 Объясню тебе, Капитан Очевидность. Вот представь, Кэп, что ты идёшь на спецоперацию, и что ты там видишь? Ты видишь весьма специфический геймплей. Да, он неплох, да, друзья, он хорош, я не спорю даже по-своему. Но понимаете, ПВЕ и спецоперации это не длительность, вообще не в этом суть. Разница колоссальная в самом геймплее. Геймплей совершенно другой. Обратите внимание на картинку, на то, что вы вокруг сейчас видите. Вы видите, вот это ПВЕ. Это ненавязчивые, простые в геймплее миссии. Самое сложное в этих миссиях бывает, пожалуй, сбить вертолёт, убить Грома, или противостоять Джиггернауту. Самый противный из всех, наверное, Гром. Вертолёт, в принципе, ничего страшного обычно, даже на профи. Что касается Джаги, ну тут понятно, это вообще... Мне кажется, Джагу надо выпилить вообще из игры. Нет, он не сложный, но он просто занимает лишнее время, вот и всё. Так вот, ПВЕ-шка это ненавязчивые, приятные, такие, знаете, немудрённые миссии, где ты преимущественно занимаешься отстрелом ботов. Особенно мне миссии нравятся, где надо что-то обронять. Вот эта миссия на стройке, где тебе надо сидеть на стройке и отстреливать противников, они штурмуют тебя с разных сторон. Миссия на востоке, вот здесь она есть в геймплее, на этом видео. Они, понимаете, простые, незамысловатые и кайфовые. Именно с этих миссий моя любовь к ПВЕ и началась. Первое время я играл только вот эти ПВЕ-шки, только где надо держать оборону. Понимаете, в этом есть какая-то особая душа. Ты можешь включить музыку и просто с кайфом проводить время. Ты можешь в это время разговаривать с друзьями. И вот сам геймплей, сама эта атмосфера, она приводит всё к такому состоянию, что ты получаешь истинное удовольствие. И спецоперации более-менее похожа на ПВЕ, пожалуй, что только Анубис. Все остальные спецоперации, какие-то они лучше, какие-то хуже, ну кому что нравится. Но от ПВЕ по своей динамике, по своему смыслу, они очень далеки, друзья. Та же Гидра, вроде многим понравилась, но всё-таки от классического ПВЕ она очень далека. Это типичная спецоперация. Куча всяких технологий, куча всяких лазеров, куча всяких необходимостей, ресурсов. Это уже не геймплей для удовольствия. Это какой-то челлендж, это круто. Я не против спецоперации, даже за. И есть многие чисто ПВЕ-шники, так сказать, чисто те, кто любит спецоперации. Я только рад, я за, что им водят такие миссии. Но я вот уверен, что большинство игроков, которые в принципе играют те же ПВЕ, высокие ранги, таких хватает, представьте себе. Они бы Гидру не проходили, если бы там не было тех наград, которые там есть. А теперь посмотрим на ПВЕ. Что есть на ПВЕ, ребята? Да нихрена, никаких наград. Однако там, как говорится, и пионеры, и пенсионеры. Можно встретить 90-е ранги, а очень много, кстати, ромбов, ежей, галок и так далее. Почему? Да потому что это простой, доступный, понятный геймплей. И, конечно же, новичкам приятно вливаться в игру, проводить в ней время, когда всё понятно, доступно и легко. Ну а ветераны, соответственно, просто с удовольствием проводят там время. И не более того. Короны там, да вы шутите, что ли? Кот наплакал. Не в этом суть ПВЕ. И именно в ПВЕ есть этот смак, которого нет в спецоперациях. И как бы вы не делили спецоперации, ничего не изменится. Ладно, твоя позиция нам понятна. Но что ты предлагаешь? Очень просто, капитан Очевидность. Дорогие разработчики, я предлагаю вам, действительно, если вы уж решили, выпиливайте ПВЕ. Ладно. Но я вам предлагаю сделать следующее. Вводить не длительные, не большие спецоперации типа Гидры, но, скажем, одна спецоперация классическая а-ля Гидра, а одна, та же ПВЕшка. То есть, одна через одну будет идти. То есть, просто длительная ПВЕшка с минимумом всех этих технологий, всяких ресурсов, защиты чего-то. Вот сделайте те же ПВЕшки, только дольше. Разделите их на части, и будет гениально. То есть, просто долгие ПВЕ-миссии, которые вы называете спецоперацией. А называются они спецоперации, потому что там чуть глубже сюжет. И всё. Это будет идеально. То есть, миссии а-ля Анубис. Вот такие спецоперации, доподелённые на части, действительно смогут заменить ПВЕ. Но классические спецоперации ПВЕшки никогда не заменят. А про ПВП давай-ка глубже копнём. Капитан Очевидность, что касается ПВП, выпиливания большинства ПВП-режима, поставить всего 4 режима, соответственно, хотят оставить мясо, РМ-подрыв, Блиц, вот это всё. Хотят оставить штурмы и командный бой. Я за, я за. Почему? Потому что действительно большинство режимов мертвы, и опять же, те же новички приходят, видят что-то как-то в игре не густо, и, соответственно, это, прямо скажем, престижа игре не добавляет. Но важно понять, что эти режимы надо вводить, которые вы выпиливаете, как временные для любителей. Какие-то там дополнительные рейтинги устраивать. В общем, разработчики, мы с вами об этом говорили. И вообще в игре надо больше рейтингов, больше каких-то лиг, больше чего-то вот такого, чтобы вот не сосредотачивалось только всё на РМ. И сам РМ тоже пора уже обновлять, улучшать, новые награды достойные вводить, потому что вот это день сурка. Взял первую лигу, как бы потом снова взял первую лигу, ну короны, ну какие-то скинсы, ну одно и то же. Оружие, броню, которое там можно получить, сейчас всего только на время, тот же Блэквуд сет. Поэтому, мне кажется, всё-таки пришло время серьёзно задуматься о ПВП. То есть, новые рейтинги, новые фишки, временные режимы, какие-то внутриигровые, не относящиеся никаким там ПВП, МЛРУ, мини-турниры там, на несколько часов запускается какой-то режим, все просто заходят через быструю игру туда, играют там, и потом какие-то победители появляются, то есть, соответственно, кто лучше назадротил. Вот что-то такое, чтобы сок был, понимаете, смак, азарт в игре. Это очень важно. И в этом плане я вас поддерживаю. Двигайтесь в этом направлении, и самое главное, не обозритесь. Ты хотел там что-то с колдой сравнить. Да, да, сравнение с колдой. Не раз уже говорил, повторю, и на этот раз наглядно покажу. Вот боевой пропуск в Call of Duty последний. Для того, чтобы его качать и получить все награды, всё, что нужно, это просто играть в Call of Duty. Есть какие-то там ещё задания для каких-то дополнительных фишек, но я даже не знаю, это связано с боевым пропуском, или просто это в колде такие задания есть, ну, как у нас контракты. Но, боевой пропуск до максимального уровня я прокачиваю, играя просто в Call of Duty. Всё. Та же система, в основном, большинство, насколько я знаю, заданий, там, уровней можно апнуть, действует в Warface на PlayStation. Но я, конечно, понимаю, что как бы всем нужны деньги, и когда у нас есть задание, это возможность дополнительно выкачать с игроков деньги те же самые, но поймите, вот есть много игроков, которым эти боевые пропуски, вот, вот хрен не впились, честно, покупать боевой пропуск, чтобы потом превратить свою жизнь в ад, да нафиг оно мне надо, понимаете? Помимо того, что я ютубер, и это моя работа, я ещё и игрок, и в Warface, как ни странно, до сих пор, я играю, ну, неплохо так, немного, далеко не как раньше, но тем не менее, раз в несколько дней я могу зайти в игру и пропасть часов на 5-6. Просто вот катаю, и только моменты удачные альтую, чтобы потом вот такие видео делать. Я катаю ПВЕшки, я не катаю спецоперации, кстати, я, кроме Анубис, он редко, я катаю очень часто штурмы, мясорубки, иногда какие-нибудь уничтожения, например, с удовольствием огромным. И вот честно, покупать боевой пропуск, чтобы потом впустую потратить деньги, или лишать себя вот этого удовольствия, любимых режимов и любимого геймплея, и идти мучить себя, выполнять задания, которые мне нахрен не нужны. Вот мне никакого нет желания бегать на... где-нибудь на РМе, и стрелять из дефолтной Нки, кроме как на видео, в голову, оно мне не надо, понимаете? Я не хочу давать броню на штурме, это бред, на штурме надо штурмовать, лечить, резать, давать броню там не надо, там вообще не в этом смысл. И пока вы это не поймете, вы только себе в убыток на самом деле работаете. И вы работаете против многих игроков. Все меньше людей хотят покупать боевые пропуски. И дело не в наградах, поверьте мне, дело в том, что людям эти задания не нужны, они устали от них, это бред. Есть те, кому нравится. Я, кстати, не наблюдаю, что их очень много, но есть люди, которым нравится такая вот олдовая система. Так, дорогие разработчики, я предлагаю оставить все эти задания, без шуток, да. И вот, когда ты апнешь все эти задания, ты сможешь их пройти, как сейчас, ты получишь крутые скины. Получишь этот, некрополь, горгон, вот эти все комплекты, даже больше можно крутых скинов сделать. То есть, фактически, я предлагаю сделать боевой пропуск, как бы, в две ступени, в два ряда. Хочешь, просто играешь и апаешь до 100 уровня, получая основные награды. Какие-то пушки, какие-то там фишки, там оборудование, снаряжение, все круто. Но если тебе хочется позадротить анальные задания, задроть, ты получишь еще больше, ты получишь косметику, скины, вот это все. Вот, идеально. Я сразу говорю, я не буду выполнять, скины лучше я отдельно куплю. Но, я с удовольствием, каждый боевой пропуск буду, вот каждый буду покупать, и буду с удовольствием задротить, чтобы апать, эти уровни. Если на тот момент я еще буду играть в Warface. В принципе, Warface мне нравится, наверное, буду. Так, а по части улучшения говностволов, ты что-то хотел сказать. Да, говностволы. Странная такая, понимаете, работа. Работа сотрудников Blackwood Games. Серьезно, ребят, я вас ценю, вы красавцы, вы постоянно работаете. Серьезно, вот дело-то не в разработчиках. Сами разработчики, то есть те люди, которые там рисуют скины, делают карты, они-то как бы, они ничего не решают, они просто работники наемные. И мне их жалко, мне вас жалко, ребят, почему? Потому что вы, в очередной раз, залезли в ТТХ, поменяли ТТХ, у старых там Галила, вот это АК-103 и так далее. Но толку от этого нет. Это вообще никак не улучшает, по сути, оружие. Поэтому у меня предложение очень важное. И заключается оно в том, чтобы вообще всю ветку, все поставщики абсолютно, которые есть в игре, все пересмотреть. Все старые, точно. И моя мысль заключается в том, чтобы оружие, переходя в новую категорию, новая категория оружия пошла, вначале было там обычное, потом, что у нас там идет, редкое, потом идет раритетное, потом идет легендарное. Но неважно. В общем, обычное должно быть нормальным. М-ка, М4-1, это не то, ребята. Чем слабее оружие, тем меньше отдача. М-ка должна стрелять, как СМГ-45. Урон М-ки должен быть не как у М-ки, а у М-ки должен быть уже урон где-то на уровне какого-нибудь Галила того же, чтобы изначально, заходя в игру, игрок новый получал положительный игровой опыт, что у него нормальное оружие, что оно там стреляет в точку. Он как бы втягивает, и у него нифига прикольная игра, отдачи нет, тут так прямо нагибает круто, все, там хэдшоты можно ставить. Поверьте, с М-кой он не получает такого удовольствия. Переходя на следующий уровень поставщиков, он получает пушку на 5-10% лучше, чем прошлая пушка. И таким образом, он постепенно поднимается до легендарной ветки. Но, за счет того, что пушка там на 5% буквально росла, каждая категория там, у него М-ка такая была, G-36, получше уже, а потом еще получше, не будет такой разницы между М-кой даже и VHS-2. То есть VHS-2 будет ощутимо там на треть получше, чем М-ка, или там процентов на 20-25. Но М-ка тоже ничего, даже с М-очкой как-то можно будет более-менее катать. Вот в чем смысл сказанного. То есть игрок изначально должен годноту получать, а потом каждая следующая пушка из этой категории, она должна быть там на 5% лучше, чем предыдущая. И постепенно так, от нормальной уже существенно апнутой М-ки мы доходим до VHS-а и Саши Грей соответственно. И это совершенно другой уровень, но все-таки даже дефолт что-то может. И что ты думаешь, Рокутагин? Это поможет нам? Капитан Очевидность, очень надеюсь, что это будет правильно реализовано. Если это будет правильно реализовано, это как минимум поможет игре обрести какую-то стабильность в плане, ну вот как-то будет нормально найти. Может быть даже Warface будет развиваться. Честно скажу, друзья, я не буду там что-то прям фантазировать. Я пока не думаю, вот ну не верю, честно говоря, что Warface достигнет былой славы. Там 2017 года, когда 150 тысяч онлайна в день это была норма пикового. Но проект явно как бы умирать не будет. Все, кто говорит, ой, Warface там осталось. Да ничего не осталось. Ну выйдут убийцы Warface, ну будут они успешны. Ну уйдет из Warface еще там половина игроков. Объединят три сервера в один и будет онлайн как на Альфе. Будем там все играть. То есть умереть она не умрет. Но хотелось бы, чтобы она сохранила то, что есть и хотя бы немножко приумножила там да, не знаю, там 100-110 тысяч пикового онлайна в день. Это можно сделать. Я думаю, это реально. И если разработчики все правильно сделают, то это выгорит. Я думаю, это вполне получит. И я реально очень хочу, чтобы это получилось, потому что, ребята, вот вам для примера. Это динамика развития каналов, ютуберов по Warface стареньких, то есть таких старичков. Как видите, динамика пошла вниз существенно за последние где-то года два. Очень существенно вниз. То есть если в 17-м году на меня в месяц подписывалось обычно не менее 10 тысяч подписчиков новых, то сейчас это количество упало до 1-2 тысяч. И только у новых ютуберов, например, у Бритвы или у Кости Медиума, я только рад за них, пацаны, реально молодцы, красавцы. У них дело обстоит лучше. Но, например, тот же Кости Медиум, на него в последний месяц там примерно 10-12 тысяч подписалось. Честно скажу, как вот вкалывает и старается Костя, я, например, в 17-м году так не делал. И видео у меня даже не каждый день были. То есть по сути на Костю должно подписываться не 12 тысяч, а 1020, но 20 подписывается на Крымского. Это тоже несправедливо. На него больше должно подписываться, потому что там он вообще в тренды постоянно вылетает. То есть понимаете, да, какая ситуация? Я очень надеюсь, что ситуация исправится, потому что не может быть, что все сразу каналы там, не знаю, плохой контент стали делать. Такого не бывает. Даже если канал особо не развивается, но игра, по которой человек делает видео, в принципе развивается или хорошо себя чувствует, его канал, если и не развивается дальше очень круто, он находится на каком-то стабильном среднем уровне. В Варфейсе тенденция однозначная. Старые каналы, на которые уже подписались те, кто играл и играет сейчас в Варфейс, наверное, большинство, они, к сожалению, пребывают в состоянии даже не стагнации, даже не вот какой-то такой ровный уровень никакого развития, а к сожалению, популярность падает. И, соответственно, я очень надеюсь, что эта ситуация исправится. Я не хочу, чтобы у меня там было миллион подписчиков, я хочу какой-то нормальной стабильности. Этого мне вполне достаточно. И я думаю, мои коллеги с этим согласят. А разработчикам, я думаю, будет над чем подумать. Я надеюсь, вот искренне надеюсь и даже, пожалуй, верю, что в этом году вы то, что задумали вот это все, вы все-таки реализуете и реализуете хорошо.